Сан-Диего Комикон Интернешнл Который проходит в Америке в городе Сан-Диего Фестиваль проходит летом в течение 4 дней С четверга по воскресенье Каждый год Маттел выпускает по кукле И именно эта кукла становится эксклюзивом этой грандиозной выставки В этом году Маттел представил Фрэнки Гоустбастерс Двойной сет с Ребеккой и ее папой Хексикаем Стимом И марионетку Сидер Вуд Ссылки на предыдущие обзоры эксклюзивов будут тут Или же в описании под видео В этом году Маттел смог удивить фанатов внезапной комиконовской онлайн-продажей Некоторых эксклюзивов Это тоже самое продажи, как и на Сан-Диего Комиконе Только на сайте Мати Коллектор В день количество продаваемых кукол также ограничено Принимает этот сайт не все платежные системы В России не доставляет И главное, на Комиконе перечисленные куклы нельзя купить Если вы предзаказали кукол на сайте заранее Вы сможете их забрать, но не купить на самом мероприятии Продажа длилась с 18 июля по 24 июля Куклы улетали прям за 3 минуты Не успеешь оглянуться и кликнуть на кнопку оплаты Куклы уже проданы И жди следующего дня для следующей попытки И да, такая система действовала в 2016 году Ну а в сегодняшнем видео мы с вами будем рассматривать Сидер Вуд или же Кедер Вуд И она дочь знаменитого героя из итальянской сказки Приключения Пиноккио Сирис Худ и Рэйвен Квин однажды уже примерили образы своих родителей Став наследниками для Комикона Пришла очередь и Сидер Вуд стать наследницей А теперь пришло время рассмотреть коробки куклы Коробочка Сидер Вуд делится на 3 части Внешняя и внутренняя А также картон, на котором располагается сама кукла Коробочки комиконовских кукол проработаны не хуже самих персонажей и их нарядов На наружной коробке Кедры изображен красный занавес с логотипом Ever After High Который слегка приоткрыт деревянной рукой марионетки Сидер Вуд Коробка в красных тонах Она безумно шикарная и сделана в квадратной форме По оформлению напоминает коробочку Фридюшик В нижней части модель напоминает, что кукла предназначена для взрослых коллекционеров А теперь уберем внешнюю коробочку и посмотрим с вами на внутреннюю Открывается вот таким вот образом Вторая коробка стилизована под дерево Она представляет из себя витрину со сценой На которой играет свою роль Сидер Вуд, дочь Пиноккио О чем и написано на картонных фресках сверху и снизу Есть такие надписи как Сидер Вуд, дочь Пиноккио На коробке мы видим подсветки и герб школы Ever After На одной из вырезок сидит зеленый сверчок Сцена позади Сидер выполнена в виде фона с деревней и двух щелкунчиков Гудящих в горной По бокам коробки завитушки, коняшки и часы На верхней части расположилась палочка для управления куклой А вот таким вот образом открывается вторая коробочка И здесь выпадает инструкция И вот прекрасная Сидер предстает перед нами во всей красе А вот и три коробочки вместе И наконец мы можем рассмотреть Сидер поближе В набор входит инструкция, потому что конструкция В набор входит инструкция, потому что конструкция у куклы довольно трудная Я человек простой, говорю стихами По бокам коробки еще один принт Но на этот раз еще более прекрасный Мы видим плакат с Raven, Madeline и Apple С надписью «Теперь показываются в Сан-Диего» Ever After High Линия начинается здесь и указание пальца С другой стороны Эверяшки, но на этот раз в роли марионеток А также сундук с сокровищами С задней стороны арт марионетки и ее письмо с просьбой о помощи Из которого можно понять, что же случилось с Кедрой Кучер из будущей сказки Пиноккио проклял Сидер и ее друзей, после чего все превратились в марионеток Только Сидер сможет помочь своим друзьям спастись из этой передряги А внутри сундука находится зелье, которое поможет им вернуться в нормальное состояние На этой же стороне можно увидеть имена тех людей, которые трудились над всем образом этого эксклюзива Мы открепили куклу от задника и вот что осталось в коробке Ну а теперь давайте рассматривать нашу красавицу Потому что у куклы очень хорошо разболтаны шарниры Также к ней не прилагается подставка никакая в набор И я ее решила расположить на подставке от Apple White Но держатель я взяла от мальчика эверяшного Потому что я не хочу сломать подставку Сидер в образе марионетки хранит немало секретов и множество интересных деталей Первое из них это, конечно же, ее лицо Оно совершенно необычное и имеет глобальные отличия от привычного личика Сидер У нового выпуска большие-пребольшие глаза Рисунок кругленьких румян и квадратный рот Кожа темная Тело словно вырезано из дерева с рельефом древесины Рельеф особенно выражен на лбу Настоящая дочка Пиноккио Если смотреть куклу в профиль, видно, что нос у куклы очень длинный Обычно у Сидер вырастает нос, когда она врет Но сегодня это исключено Рот на самом деле не закрывается Но его можно сильно придавить к лицу куклы И он будет выглядеть закрытым Если же его опустить, то он опять будет открытым Мейкап яркий, как и положено марионетке Брови густые коричневого цвета Тени состоят из трех слоев Белый, фиолетовый и коричневый Глаза карие и широкие Они сияют добротой На щеках Сидер Вуд изображены веснушки и малиновые круги Стилизованные под кукольный румянец Губы подведены перламутровым А посередине красное сердечко, которое очень идет Сидер Вуд Сидер выполнена как самая настоящая марионетка С новым типом шарниров У цирковой Хани Свомб Фрик Дю Шик было нечто подобное Так сказать, пробный шар Ручки и ножки куклы болтаются Как и положено настоящей марионетке Она может дергаться и ясен пень, что у нее все так же расположено Крест я решила немножко подвернуть Именно эту веревку, потому что так будет намного эффективней То есть на один раз я просто вот так вот замотала Работает по принципу настоящего джойстика Если повернуть этот крест вперед Или наклонить назад То видно, что у куклы дергаются руки Сейчас мы можем это наблюдать Если же располагать этот крест налево или направо То у куклы дергаются ноги Самое трудное в этом деле это держать крест Потому что его надо держать правильно и не дергать Так будет создаваться ощущение, что это настоящая марионетка, которой можно манипулировать То есть вот так вот надо делать На ногах есть крепления для веревочек в виде колец, которые поворачиваются Маленькому игроку очень легко будет сломать куколку Поэтому сидр предназначен для взрослого коллекционера Волосы кедры выполнены в неестественных, но очень красивых цветах Основной цвет коралловый Также прошиты оранжевые пряди, малиновые и нежно-фиолетовые Эти цвета хорошо сочетаются между собой и идеально подходят образу сидр Волосы немного завиты Прошивка хорошая, что и свойственно эксклюзивам На макушке сидр закреплена золотистая шляпка на ободке Ободок черный и рельефный, держится на резинке На шляпке есть рельеф океана с плавающим китом Этот кит в свое время проглотил Пиноккио В глаза также бросаются ослиные ушки По сказке или по мультфильму Пиноккио превращался в осла, как и другие мальчишки И превращение начиналось с ушей Из-за этого злого проклятия сидр удалось отрастить длинный нос и ослиные ушки Именно поэтому уши и нос это часть куклы И снять их никак нельзя Разве что отрезать чем-нибудь острым Но мы этого делать с вами не будем сегодня Сейчас я предлагаю рассмотреть еще одну красивую деталь сидр Это ее платье В одежде героиня Вуд предпочитает яркие тона Платье многослойное, пышное и расписное Вверх это черно-фиолетовый узорчатый топ На воротнике идет маленькая часть в сеточку Фиолетовые рукава платья сделаны фонариками И они очень высокие, почти до ушей куклы От них идет небольшой черный рукав из сеточки Юбка состоит из трех видов тканей В розово-черных узорах, золотистых и черных цветах с блестками Блестки с платья осыпаются и это вполне естественно Второй золотой слой самый тонкий Черный блестящий сетчатый слой делает юбку очень пышной Яркий и необычный стиль подчеркивает индивидуальность персонажа И сидр действительно не похожа ни на кого из девчонок школы Эвер Афтер На руках сидр вуд в роли пиноккио одеты розовые браслеты, словно из ремешков На браслетах также есть кольца для веревочек К самой кукле также прилагается золотистая палочка для марионетки с фиолетовыми нитками Веревочки прикреплены к марионеточному кресту с рельефами древесины и зеленым сверчком спутником пиноккио Одна из веревочек пришита к голове куклы, чтобы держать марионетку Сидр легко можно управлять, как и марионеткой в театре Карабаса-Барабаса Подтяжки или же ремешки приобрели широкий пояс Вся эта прелесть окрашена золотистыми цветочками и вставками в виде различных картинок На ножках Сидр Вуд Комикон 2016 нежные фиолетовые гольфы с розовыми лентами Они очень похожи на гольфы базовой куклы Сидр Вуд У куклы массивные золотистые высокие туфли Туфельки детализированные, на платформе в виде часов с кукушкой Они имеют очень хорошо прокрашенные детали У куклы новый тип шарниров А вот и все Комиконовские куклы 2016 года Эксклюзив этого года Сидр Вуд в образе Пиноккио невероятно красив Сама идея сделать отступницу Сидр марионеткой мне показалась очень интересной и забавной Это что-то совсем невероятное, уже далеко не просто кукла Потрясающе! Мне бы было интересно узнать, как вам Сидр Вуд И ждете ли вы обзор на двойной пэк Робаки Стим и Хоксикая Стима? А также посмотрели ли вы обзор на Фрэнкиштейн Охотницы за привидениями? Если что, ссылка тут или же в описании А с вами была я, Алиса Делитесь этим видео, подписывайтесь на канал Следите за конкурсами и розыгрышами на нашем канале Ставьте ваши лайки! Все фотографии куклы и раздача сигн будет в нашем инстаграме и группе ВКонтакте Ссылка в описании Be cool and crazy! До новых встреч! Пока-пока! Ссылки принимает этот сайт не все платежные Кучер из будущей сказки Пиноккио проклял Сидр в образе марионетки Хранить самое главное в этой кукле Это научиться держать правильно крестцовую часть А Алиса в образе марионетки тоже хороша Субтитры сделал DimaTorzok